Дорогие братья и сестры, вас сердечно приветствую. Мир вам! Мы начинать будем наше служение, и Священное Писание говорит, и каждый из нас знает. И не раз в жизни убеждались, что без Господа нашего ничего не можем делать. Можем слово, которое сегодня Господь будет передавать в разных формах с этого места, чтобы оно пришло к нам в внутренний мир, чтобы это слово не просто было звуком, но чтобы это было силой, которая могла бы изменить нас. Пусть Господь поможет нам в этом, мы помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что по Твоей великой любви и милости мы вновь имеем это общение. Мы вновь стоим перед Тобой и хотим прославить Тебя, дорогой наш Иисус, за Твой подвиг, который Ты совершил на Голгофе. Мы поклоняемся Тебе, Отец Небесный, за кровь Сына Твоего, которую Он пролил для того, чтобы простить каждого из нас. Благодарим Тебя за то, что Ты, Иисус, претерпел тяжкие муки и страдания, за то, что Ты допустил, чтобы Тебя распяли. Благодарим Тебя за то, что Ты воскрес и оправдуешь нас сегодня перед Богом. Слава, Аллилуйя, хвала Тебе, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты проверил наши сердца. Проверь наш внутренний мир, мое сердце и каждого из нас, прости, в чем виновны перед Тобой. И помоги, Господи, нам принять сегодня слово, которое Ты будешь нам передавать через братьев, а также через пение стихотворения, Господь. Благослови, чтобы это слово изменяло нас, чтобы оно нас сделало ближе к Тебе лучшими, Господь. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя. Мы молимся также и тех, кто не имеет возможности быть с нами сейчас. В разных трудных обстоятельствах жизни, в болезнях или, может быть, в духовном борении, Господь, пошли силы для победы и в физических немощах дай исцеление от Тебя. Мы благодарим Тебя за милости Твои, за любовь Твою к нам. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святой Отец Небесный, Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Какие обетования имеют праведники? Какие обетования имеют праведники? И почему Давид так восторженно воскликнул в таком сравнении о благословениях, которые наследуют праведники? Уверен, и хочу быть уверенным, что все мы относим себя к праведникам. Но если это так, слава Богу, и благословения, которые здесь Давид произносит, они относятся к нам. Если нет, то посмотреть с другой стороны многого, по всей вероятности, многого мы лишаемся, если это не так. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания. Вообще Давид очень поэтично описывал благословения, которые имеет праведник. Очень поэтично прибегая к ярким таким образом, который люди, живущие в то время, они понимали, представляли, о чем идет речь. Очень хорошо понимали. И он описывает огромное, огромное преимущество быть праведником. Может быть, здесь я уже увидел пальму, только в Америке. У нас в Сибири их почему-то не было. Ну как, почему? Холодно было. И здесь увидел пальмы. Они разной разновидности. Но те люди, которым говорил Давид, такое сравнение, оно было понятно. Почему было понятно? Потому что цветущая пальма, как здесь он говорит, праведник, как пальма цветущая, это прообраз плодородия и жизни. Прообраз жизни в пустынном месте. Прообраз жизни в пустыне, где нету жизни, среди песков. И вот эти пальмы, помните, когда Израиль шел, они остановились. Было 70, по-моему, финиковых пальмах. Это как оазис такой в пустыне. И действительно, пальмы, они, ну это как просто жизнь среди песков, где нету жизни. И огромный корень, который у пальмы есть, он питает влагой, и гораздо, ну, достаточно глубоко, уходя туда в пески, достает влагу для ствола стройного и красивого этого дерева. Пальмы, вообще пальмовые деревья, я посмотрел, что действительно это символ жизни и плодородия. Когда в седьмой, в шестой главе книги «Третье царство» с 29 стиха, когда строился храм, и такое есть заметка, чтобы на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых деревьев, распускающихся цветов внутри нее. И много здесь мест, которые, 32 стих, на двух половинах дверей из масляничного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, распускающиеся цветы, и обложил их золотом, и опять покрыл золотом херувимы и пальмы. И на всех стенах храма, на оборотах храма пальмы, как, ну, символ такой плодородия и жизни, прекрасной жизни. И Давид до этого еще, когда строился храм, он говорит, праведник действительно как пальма, это благословение быть праведником. Второе сравнение, которое он делает, кедр на Ливане. В душах израильтян Ливан вообще занимал особо уникальное место, это несколько гор, может быть, гористая такая, как гора, Ливан. В небиблейской литературе, как, ну, названо обитание богов, то есть по своему плодородию очень было уникальное место, и как отголосок Едема сравнение такое делают. И кедр на Ливане, как, ну, символ, символ вот эти могущественные деревья, как символы крепости и силы. И он опять сравнивает, что вот это праведникам принадлежит. Быть как пальма, как сила, как величие такое, как кедр на Ливане, это праведники. Давид дальше говорит, что насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Давид рисует такой образ, что те, кто питаются влагой дома Господня, вот они сейчас цветут, и в старости будут плодовитые и сочные. Это уникальное, ну, сравнение такое, он напоминает, что те, кто сейчас питаются влагой дома Господнего, у них есть будущее. Те, кто сейчас, ну, реально, ясно относятся правильно к тому пребыванию в доме Господнем, у них есть будущее. И действительно, я когда, ну, так готовился, думаю, мы действительно иногда порой так слишком готовимся к будущему или заботимся о будущем, что забываем настоящее. Так слишком иногда поглощены, ну, примеры, которые можно приводить, можно нет, но иногда дома покупаем, чтобы будущее было нормально, чтобы старость была в своем доме, продали, деньги есть. Но так иногда покупая или заботясь о будущем, у нас настоящее исчезает. Билл и пейменты, они лишают нас настоящего, потому что настоящей жизни нету. Думаем, что когда-то мы будем счастливы, но в настоящей жизни мы многое упускаем. И Давид говорит, убеждает нас, что только праведность сейчас, наша праведность, она дает гарантию на перспективу, на будущее. Старость сама по себе, она не гарантирует плодовитости, сочности, свежести. Старость не гарантирует этих вещей. Но Давид говорит, что это преимущество праведника. Сейчас и в молодости не всех встречишь плодовитых, сочных и свежих людей. И молодость не может этим похвалиться в наше время, когда, ну, как-то жизнь так складывается. Но Давид в прошлом, он говорил, что у праведников есть будущее. Праведники в старости плодовиты, сочные и свежие. Я уверен, что каждый из нас хочет быть плодовитым. Я уверен, что каждый из нас планирует, как-то представляет будущность тех, кто помоложе, как оно будет в зрелом возрасте. И мы хотим плодовитости. Мы хотим оставаться свежими, мы хотим приносить плод, иметь, ну, значимость в своей жизни и в старости. Но Давид и Писание, вот здесь, оно говорит, что это исключительно зависит от нашей праведности. Насколько есть, насколько мы праведны перед Богом. Может быть, кратко. Есть ли праведники, неужели так все хорошо у них, у праведников? Есть ли скорби у праведников? Как мы думаем, есть. Писание говорит, что есть. Писание говорит, что есть. И тот же Давид, он пишет, 37-й псалом, от Господа спасение праведникам. Он защита их во время скорби. Скорби есть, но у праведника есть защита. В притчах написано, что имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Это благословение праведника. Есть от чего убегать и праведнику. Есть от чего убегать и праведнику, если представить человек, который убегает и ищет укрытие. И если этого укрытия нет, то жалко таких людей. И сегодня очень много людей, которые бегают, убегают, там предсказывают какие-то события, там что-то случается, наступающие бедствия и стаивают. Но праведник отличается тем, что у него есть башня, куда можно убежать. И это благословение, праведнику тоже есть от чего убегать, но у него есть башня, где можно укрыться. И написано имя Господа, она крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Спотыкается и падает ли праведник. Да. Падает. И написано в притчах, там же мы читаем, 24 глава, это не лучшие моменты жизни любого человека, но написано, что семь раз упадет праведник и восстанет, а нечестивые впадут в погибель. Говорит, семь раз упадет, но встанет. Это надежда праведника, когда переживания скорби, они способны где-то, не всегда мы оставаться на вершине, на таком подъеме. Все складывается, может быть, падение, может быть, когда споткнется праведник, но есть благословение в том, что Бог дает силы вставать. Это благословение праведника. А всегда ли праведники – это благоденствие, богатство и устройство жизни? И всегда ли это много, богатство какого-то или зажиточность какая-то? Тоже Писание говорит нет. И написано, что малое у праведника лучше богатства многих нечестивых. Праведность, она способна дорожить, иметь удовольствие в том немногом, что она имеет. И очень много об этом Писание говорит. Я был молод, Давид говорит, и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящим хлеба. Добрый оставляет наследство и внукам, и богатство грешника сберегается для праведного. Бог эту сторону решает. Это не значит, что всегда этого много, всего, что я хочу, имею. Нет, но праведник имеет особое благословение от Бога, довольствоваться тем, что ему Бог дает. А кто же такие праведники? Относимся ли мы к этому числу? И сейчас, когда мы слушаем, что все хорошо у праведника, могу ли я сказать, что это моя часть? У меня есть будущее. И я цвету, и сейчас плодовитый, и старость, когда придет, я буду благословен Господом. Могу ли я это сказать? И сегодня мы здесь собрались, чтобы еще раз, еще раз, проверяя свое состояние перед Богом, посмотреть на свою праведность. Писание говорит, что праведность наша как запачканная одежда, и поэтому Господь нас одел в свою праведность. Достаточно ли этого одноразового одеяния, которое Бог дал нам, когда одел в свою праведность, умер за нас на кресте, приобрел эту праведность для каждого из нас? Да, это сильная праведность для нас. Но второе понятие такое, как есть освящение, продолжающееся в нашей жизни, о котором мы должны заботиться, в котором пребывать. И совершайте свое спасение, и освящение ваше, чтобы вот эта практическая жизнь, она была свидетельством, что мы действительно праведность имеем в Иисусе Христе. Наши дела, наши поступки, насколько они праведны перед Богом? Подчеркивает ли они ту праведность, которую имели наша каждодневная жизнь, подчеркивает ли она то, что мы действительно одеты в эту праведность? И сегодня напоминание нам, что если поступки наши не соответствуют праведному человеку, праведности, то будущего у нас нет. То зрелый возраст, он будет пугать нас, к чему мы придем, когда это очень важно для молодежи. Очень важно, чтобы сегодня закладывать хороший фундамент к тем годам, когда придет зрелый возраст, когда многое не будем способны делать, что сейчас делаем. Но чтобы праведность наша, это был залог нашего благословения в зрелом возрасте. Пусть Бог благословит нас. И сегодня еще будет слово, я хотел просто обратить наше внимание, какова наша жизнь, какова наша праведность, какие мы праведники перед Богом. Пусть сегодня Бог еще раз напомнит нам, Бог все сделал для нашего спасения, для нашего благословения, иметь счастливую, благословенную жизнь, праведную жизнь перед Ним. И пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Время... Ты ключом журавлей улетаешь Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь Время... Ты проходишь так быстро Много ты приносишь скорбей Знаю, что не вернуть мне в бессилий Так много утраченных нет Боже, о, зачем ослабели так крылья Быстро авиа улетела в тот край, где нет скорбей Боже, вот опять призываю Имя святое твое В жизни дай мне ценить Умоляю Короткое время свое Боже, не оставь ты меня Я умоляю Боже, даруй Узреть спокой Для вечных дней Боже, даруй Узреть спокой Для вечных дней Боже, даруй Для вечных дней И когда утра начнется И солнечный труд Свои слоны пробьются Придет ли Иисус Он ответит В рейм скорбем Утравно тебе啊 Песня. 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 Служи во имя Господне, Асана, Вышник, Асана, Вышник, Асана, Асана, Вышник. Мир вам, братья и сестры. Мы обратимся к Слову Божию, прочитаем из Евангелия Теана, из 5 главы. С 5 главы, с 1 по 9 стихи, и также 14. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. И стих 14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Мы знаем, братья и сестры, что во времена Иисуса Христа, да и ранее еще, в Ветхом Завете мы об этом находим, было много больных. С тех пор, как человек стал грешить, пришли болезни. И об этом и Господь сказал, и Еве, болезни будешь рождать. Мы живем уже в 21 веке, и я думаю, что среди нас не найдется абсолютно здорового человека. У кого-то что-то доболит. Бывает, рождается ребенок, а у него уже букет болезней. Вот у меня, у старшего сына родилась дочь, и с врожденными пороками сердца. И сразу же она в больнице оказалась, и была операция на сердце. 35 дней она была под кислородом, под вентиляцией. И, в общем, мы, я даже ее, можно сказать, и не понянчил, не подержал на руках, а только потом гробик нес, похоронили ее. Вот болезни. И, конечно же, когда болеют взрослые, болеют дети, ну, это очень картина такая, которая вызывает жалость. Особенно, когда дети болеют. Да, собственно, и взрослые болеют. Нам жалко, если это наш близкий человек, да или вообще человек. Она вызывает чувство жалости. И хочется и помочь такому человеку. И очень часто на наших собраниях просьбы такие выражаются. Помолитесь там за моего сына, или за дочь мою, или за маму мою болеет, или в больницу положили, операция предстоит. И это вызывает у нас чувство сострадания. Мы и молимся, порой горячо и искренне. Вот эти болезни физические различные бывают. Бывают болезни очень тяжелые и неизлечимые. И часто они заканчиваются смертельным исходом. Бывают болезни менее такие тяжелые. Они поддаются лечению. У нас современная медицина там изобрела очень много различных препаратов. Тысячи наименований. И вот заболел человек, идет к врачу. Ну, это, может быть, дорого стоит. Некоторые даже к врачу не идут. Они друг у друга интересуются. Есть такая газета русская, ЗОЖ. Наверное, некоторые увлекаются там, читают ее. У моей жены есть книги, называется «Травник». Ну, и там описываются различные травы. И как их применять, чтобы помогло при болезнях различных. Я ей говорю, у тебя уже настала эта книжка настольной Библии. Вот она знает, какая трава, от чего. И это, естественно, хочется быть здоровым. И некоторые препараты, или даже та же травка, или еще какие-то средства помогают. Врачи могут оказать помощь, если болезнь, ну, такая, поддается лечению. Операции делают различные. Даже бывают такие болезни, рак, и то делают удачную операцию, там, химиотерапию, там, облучение. И смотришь, человек продолжает жить. Хотя бы болезнь была очень такая страшная. Но есть болезни, которые не поддаются лечению. Или как, вот мы прочитали здесь о болезнях, которые вот описываются в третьем стихе. Слепые, хромые и сохшие. Можно ли вылечить слепоту? Мы читаем в Евангелии Теанна, когда Господь исцелил слепого, и Он сам сказал, что от века не слышно, чтобы кто мог даровать зрение слепому. Такого не бывало. Вот Иисус дал это исцеление, стал человек видеть. Или же болезнь, вот, хромота. Ну, хромой человек. Ну, по разной причине бывают хромые. Бывают хромые от рождения. Помните, в Деянии апостолов описано, когда Петр с Иоанном шли в храм, и там сидел хромой у красных ворот. Он был от рождения хромой. В 14 главе Деяния апостолов мы читаем. В Листре тоже один человек слушал Павла, он тоже был хромой от рождения. То есть эти болезни не поддаются лечению. И сохшие. Ну, и сохшие – это когда вот атрофировались мышцы, может быть так вот, кожа до кости, или какая-то часть тела, рукам иссохшая, нога. И вот эти люди, они не могли быть исцеленными. Ну, вот мы прочитали эту историю. Христос шел в Иерусалим. Он шел на праздник. Не сказано, какой праздник. Может, праздникующий, может, еще какой-то праздник. Он шел туда. Ну, зашел в купальню. Здесь написано «Овечьих ворот» была купальня. И название ее здесь отмечено «Вефезда», что означает «Дом милосердия» или «Дом любви», «Дом милости». И вот Христос зашел в эту купальню и увидел такую картину. Ну, купальня – это, по-видимому, водоем какой-то, прутли, или это, естественно, какое-то озеро небольшое. И там было пять крытых ходов, которые… Купальня, она была в низине такой, эти ходы вот вели к этому водоему. Они были крытые. А с какой целью они были крытые? По-видимому, по той причине, что вот эти люди находились там, и чтобы, может быть, солнце не пекло, осадки какие-то на них не падали, и сделали крытые ходы. И вот Христос туда пошел. Пошел, и вот здесь написано, там было великое множество больных. Великое множество. Но слово «великое» говорит, что это не десяток, не двадцать человек, а, может быть, сотни людей, они находились там. Они ожидали движения воды. Движения воды. Здесь написано, по временам ангел Господень сходил в купальню и возмущал воду, то есть приводил ее в движение. Какой это ангел? Мы знаем, в книге «Откровения» в 16 главе там написано, когда уже казни совершались, был такой ангел вод. То есть тоже определенное какое-то действие он совершал. По-видимому, он являлся невидимым образом, а просто начиналось движение воды, и так знали люди, что это ангел Господень приводит в движение. И в этот момент, когда происходило движение, первый, кто опускался в воду, тот получал исцеление. Написано, какую бы ни было, держим болезнь. Слепой начинал видеть, хромой начинал ходить. У иссохшего все укрепляли мышцы, и он был совершенно здоров. Это было чудо такое. И об этом знали, наверное, всякий больной, который жил в этой стране. Может быть, не всякий, но большинство, наверное, а потому что это распространяется, как правило, очень быстро. И потому было их так много. Они ожидали движения воды, они хотели получить исцеление. Написано, там лежало великое множество воды. Почему они лежали, почему они не стояли? Ну, потому что, наверное, уже и сил не было. И еще потому, что ангел приводил движение по временам. Как это часто было? Не написано. Ну, по временам. Возможно, это было раз в неделю, может быть, реже, может быть, чаще. Но это было по временам. И когда, наверное, вот этот момент наступал, и кто первый опускался, получал исцеление, наверное, радовался, хвалил Бога, а остальные, ну, что им оставалось делать? Они лежали и ожидали. То есть у них была надежда. А, собственно, и другого-то выхода не было. Как я уже сказал, если бы еще болезнь поддавалась лечению, может быть, они искали бы врачей. Помните, мы читаем о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением. Она много потерпела от многих врачей. То есть потерпела, значит, всякое лечение, она приводила ее еще в худшее состояние. Приходилось терпеть. Она много потерпела от многих врачей. Но она искала, думала, может быть, поможет. А вот от таких болезней, о которых мы здесь вот прочитали, не было исцеления. И потому они там находились. Может, кто-то годы находился. Может быть, родственники приходили, как-то пищу им приносили. Скорее всего, так. А может, кто-то уходил домой, чтобы там немножко подкрепиться. Ну, во всяком случае, были люди, которые помогали. И вот Христос подошел к человеку, который 38 лет страдал. 38 лет находился в болезни. Тут бывает день-два полежишь с температурой, или недельку, все, уже устал, уже все. Хотелось, хочется скорее-скорее встать и быть здоровым. А это 38 лет. То есть очень продолжительный срок человек болел. И как вот по тексту мы находим, что он никогда не успевал. Никогда не успевал. Христос, когда подошел к нему, он знал, Господь знал, что этот человек самый нуждающийся. Именно к нему он подошел и говорит, хочешь ли быть здоров? Он говорит, да, Господи. Но нет человека, который бы мне помог. И когда я уже прихожу, другой прежде меня опускается в воду. Нет человека. То есть вот в таком бедственном положении находился. А у других, наверное, были люди, родственники, друзья, возможно. И как только замечали, начинается движение, и старались первым упустить. Там, может быть, толпились возле самого этого водоема, вблизи его. А этот человек, ну, по-видимому, как-то он мог двигаться. Иногда у нас одна сестра в церкви, она на инвалидной коляске. Ну, в общем, инвалид она с детства, можно сказать. Но когда с ней беседуешь, она говорит, я вот ходила на собрание, я ходила в магазин. А как она ходила? На коляске она не ходит. Ну, вот такое выражение применяют. Я ходила. Как вот этот человек двигался, неизвестно. Он говорит, ну, как только я схожу, другой уже успевает. Вот, то есть он, наверное, был в самом таком безнадежном положении находился. А однако он находился там. А почему? Да потому что, ну, некуда идти. Какая-то надежда у него теплилась. Может быть, может быть, удастся мне в какой-то момент успеть. Иначе бы он, наверное, там не находился. Надежда была. Может быть, ну, самая маленькая, но она была. И вот эти люди, все эти люди ожидали, ожидали движения воды. И вот пришел Христос. И так просто все случилось. Говорит, исцеляет его. Спросил, тот отвечает, что хочу. И тогда Христос ему сказал, встань, возьми постель твою и ходи. Встал и пошел. Хотя мы знаем, что этот человек был наказан. Он нес наказание за свой грех. В 14 стихе мы прочитали, при встрече в храме Христос ему сказал, иди и не греши больше, чтобы не случилось чего хуже. То есть наказание нес. Однако вот Христос проявил жалость к нему. И мы знаем, много случаев описывается в Евангелиях, когда Христос видел больных людей. Написано, и сжалился, и умилосердился. И мы читаем, он исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Тут это было в начале его служения, и, скорее всего, и этот расслабленный, и другие, они не знали, что Христос исцеляет. Иначе бы они, может быть, ожидали вот там, где он должен был проходить. Вы помните, случай описывается, когда Христос приходил в какую-то местность, и когда слышали об этом люди, они приносили всех больных и полагали там, возле дороги, чтобы он мог прикоснуться. Или они могли бы к нему прикоснуться. И не было случая такого, чтобы кто-то ушел и не получил от Бога исцеление. Не было случая. Но если только человек не верил. Никому, никогда Христос не отказал. И вот я хотел подчеркнуть вот эту истину, что вот люди ожидали, и кто-то их получал. Но единицы, да, единицы получали. Пришел Христос, и обстоятельства полностью поменялись. Мы читаем Евангелие от Луки, в 4 главе описывается, как Христос пришел в синагогу, ему подали книгу пророка Моисея, Исаии, и он стал читать. И прочитал такие слова. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать нищим, ибо Он послал меня проповедовать нищим, проповедовать пледным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу». И когда он прочитал, написано, и сел, и глаза всех были устремлены на Него. И Христос сказал, «Ныне исполнено списание, все слышанное вами». То есть пришло время, когда всякий мог прийти к Нему, и не надо было так томительно ожидать годы, может быть, долгие годы. Достаточно было подойти ко Христу, прикоснуться к Нему, или обратиться к Нему с просьбой, и получить вот это исцеление. И написано, Христос исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. И сегодня он тоже не изменился. Но хотелось бы больше говорить не о физическом исцелении, хотя это и физическое исцеление Господь дает много. Можно приводить примеров, как по молитве Церкви, по молитве служителей, с помазанием, или Господь исцелял. От безнадежных, вернее, от таких болезней, когда уже человек в безнадежном состоянии находился. Врачи отказывались. Совершили молитву с постом, с помазанием Елея. Человек встал и пошел. Или, вернее сказать, получилось исцеление. Может быть, это процессом было. И я помню, совершали молитву над одной сестрой. Она больна была, у нее рак был. И врачи от нее уже отказались. А ее дочка верующая, которую мне приходится обслуживать, она находится в поселке в одном. Она сказала, мама хотела бы, чтобы на ней помолиться с помазанием. Она хотела исповедаться. И вот пришлось с ней встретиться. Уже бледная такая, худая. Рак, можно сказать, ее уже довел до истощения такого. Но Господь ей дал веру, что она получит исцеление. Исповедовалась в грехах своих. Совершили молитву. Прошло короткое время, она поправилась. И сейчас даже воспоминания от болезни. И вот она даже решила пойти в больницу, где она находилась, к лечащему врачу. Прошел уже год, и когда она пришла туда, чтобы засвидетельствовать о том, что Господь, врач, Он исцеляет. Этим людям о Боге засвидетельствовать. И она подошла к врачу своему, говорит, вы помните меня? Он смотрит на нее, говорит, нет, не помню. Назвала имя, свою фамилию. И тогда он чуть не отшатнулся. Они ее уже списали, чтобы умирать дома уже. И она совершенно здорово перед ним стоит. И вот такое чудо совершил Господь. И она воздала славу Богу, засвидетельствовала, как Господь совершил исцеление. Но, друзья, самое большее чудо, когда Он исцеляет наш дух, когда Он возрождает к новой жизни. И многие люди сегодня получают это исцеление. Получают от Бога жизнь. Получают спасение грехов. И не надо, братья и сестры, куда-то идти, как вот раньше бывало. И сейчас еще есть такие, которые делают паломничество в Святую Землю, к гробу Господнюю, или к каким-то местам, где слышишь, что там какие-то чудеса совершаются, особенно в православии, там какие-то мощи привезли. И там в очередь выстраиваются, чтобы прикоснуться к этим мощам, и чтобы какое-то получить облегчение. Мы знаем, что когда Христос тут прочитал из книги Пророк Исаия, Он сказал, «Ныне исполнено Писание, с ее слышанной вами». И всякий, кто ожидает от Господа милости, ожидает от Него прощения, может получить Его там, где Он находится. Ну, сейчас, сегодня мы находимся в Доме Божьем, в Доме молитвы. И здесь Господь, Он присутствует Духом Святым. И, наверное, пришли некоторые сюда, и хотят что-то получить от Господа, подкрепление какое-то, утешение, благодать получить. А кто-то нуждается в покаянии, может настраиваться, ходит, может быть, изо дня в день, или как, по воскресеньям, чтобы получить от Бога вот эту милость. Я помню тоже свою молодость, хотя и родился в христианской семье, но долгое время не мог покаяться. А почему не мог? Потому что были случаи, когда Господь касался мое сердце, а я отказался. Я сказал Богу нет. Хотя вслух не сказал, но своим действием я это сделал. И долгое время, несколько лет, мне Господь, ну, не побуждал покаянию. И страх уже был. Думал, неужели я погибну? Я этого ожидал. В церкви заявлял, на молодежных общениях, чтобы Бог мне дал покаяние. И все-таки Господь имел такую милость. Но я помню, как это тяжело было в таком ожидании находиться. Я уже думал, что я, наверное, Духа Святого похулил. Наверное, Господь мне не даст покаяние. Но потом уже в семье вместе с родителями назначили пост. И я такое решение принял. Буду поститься до тех пор, пока Господь не даст мне покаяние. И как только я это решение принял, на другой же день мы там с отцом беседовали, он открыл книгу притчи, читал мне такие слова, «Сын мой, отдай сердце Твое мне». Ну, такие, которые касались сердца. И тут у меня все. Бог открыл мое сердце. Вернее, как я сам открыл для Господа, Он вошел, и в слезах я рассказался перед Богом. Главное, что зависит мое покаяние или покаяние каждого из нас зависит от нашего желания, от нашего решения. Мы знаем на основании Писания, что Бог ждет нашего покаяния. Он этого желает больше, чем мы сами. Почему? Потому что Он возлюбил нас. И если бы мы осознавали, как Он нас любит, вот как Он ищет нас. И сам Иисус Христос сказал, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. И не надо томиться, не надо вот какие-то, может быть, усилия такие прилагать, хотя нужно прилагать усилия, а достаточно принять решение, обратиться к Нему, и Господь дарует вот это освобождение. Один из моих сыновей, у меня восемь сыновей, три дочери, из-за каждого переживания были, и слава Богу, все из них уже приняли крещение, служат Господу. Но всегда были переживания, потому что мир увлекал, друзья, товарищи, и не раз приходилось плакать с женой вместе, и поститься, молиться. Мы ждали этого момента, когда дети наши придут к Богу. И вот с одним из сыновей я беседовал, а он увлечен был миром, уже дружбы с девочками были, уходил из дома частейко, хотя и ночевал, и мы всегда переживали за него. Пытался с ним разговаривать, объяснял ему об ответственности перед Богом, о том, что неправильно он живет. Он просто отвечал мне, я не готов, папа, я не готов, и все. Я разворачивался, уходил. И, конечно же, как я уже сказал, мы молились и постились. Но я стал замечать, вижу, что вот эта жизнь, в которой он жил, она его уже не удовлетворяла. Пустота такая, вот видно, что он мечется, не знает, что делать. Потом он признался, потом признался, он говорит, папа, я хотел покаяться, у меня было желание, но у меня не было сил, я не знал, как это сделать. И вот это томление у него было. Конечно, я виноват, надо было раньше подойти, но все, в дела, в поездках, и вот однажды побуждение такое было большое, и я подошел к нему, говорю, давай поговорим с тобой. Сели, стали беседовать, и все, что было на сердце, я ему сказал, как я уже сказал, об ответственности перед Богом. И я говорю, я вижу, что ты не удовлетворен. Вот эта жизнь твоя, она пустая. Что толку, что ты там мучаешься, деньги зарабатываешь, какие-то планы строишь. Если Бога нет в сердце твоем, у тебя нет будущего, ты же погибнешь, в любой момент можешь прерваться. Ну, подцовский так говорил и со слезами говорил. Он потом мне говорит, папа, ты прав. Я говорю, если я прав, ты принимай решение. Все зависит от решения. Вспомню притчу о блудном сыне. Ушел от отца, жил, грешил, пришел уже к полному банкротству. Нищий, голодный, холодный. И что тогда? Я говорю, он принял решение. Он пришел в себя, осознал свое состояние, принял решение и сказал, встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобою. Ну, и так далее. И дальше, дальше ему уже легче было сделать последующие шаги. Он встал и пошел. Встал и пошел. Я говорю, принимай решение. Все зависит от этого. А Господь, Он ждет твоего покаяния. Он рядом, Он здесь. Он говорит, приди, я дам тебе покой. Обратись, ты будешь спасен. Я говорю, когда будешь принимать? Он говорит, сегодня. И я ему предложил помолиться. Встали на колени. Я говорю, давай я помолюсь. Если ты сможешь, тоже помолись. Естественно, молился искренне, со слезами о нем, чтобы Господь дал ему силу, открыл его сердце. И вдруг он рядом тот за мной зарыдал и кается. Господи, прости меня, такой грешный. Я столько нагрешил. А жизнь без тебя пустая. Одна пустота. То есть, вот он открыл свое состояние. Без Бога жизнь пустая. И плачет, кается. Конечно же, я еще плакал от радости. Тут же обнялись. С ним стоим. Ну и семья тут уже собрались. Радостную песню. Пропели. Еще раз помолились. И слава Богу, теперь я вижу, он удовлетворен. Все, нашел. Нашел покой во Христе. Тоже ожидал, оказывается. А в сердце-то не заглянешь. Душа томилась. Ожидал. А Господь, Он рядом. Он стучит, Он зовет, Он влечет. Братья и сестры, друзья, дорогие, может быть, среди нас есть те, которые хотели бы обратиться к Господу. Есть такое ожидание, томление такое внутреннее. Нельзя уходить отсюда с таким состоянием. Почему? Потому что есть опасность такая. Мы читаем в послании к евреям написано. Ныне, когда услышите глаз, не ожесточите сердец ваших. Не ожесточите сердец ваших. Но вы скажете, да кто? Мы не хотим этого делать. Мы знаем, что есть некто, который постарается это сделать. Я немало случаев знаю. И вот один случай такой. Было служение, был призыв к покаянию. Некоторые вышли, раскаялись. И стояла одна девушка и тоже вся в слезах. Но она не вышла. После беседы была с обращенными, с новообращенными. И она тоже осталась. И ей был задан вопрос. У вас было побуждение покаяться? Она говорит, да, было. А почему вы этого не сделали? Шага. Ну я не смогла. Я в следующий раз. И потом определено какое-то время ее не было. И снова она появилась. Она сидела в зале и уже была абсолютно холодная. И больше мы ее не видели. Произошло ожесточение. Господь был рядом, близко, стучал, влек ее. Слезы на глазах говорили о том, что он побуждает. Но она этого шага не сделала. И вот есть опасность. Господь ждет. Мы читаем в книге Ниеми. Там написано, что он долгие годы ждал покаяния своего народа. Он терпел его. Он долгие годы ждал. Но написано, они не слушались. Они поворотились спиной. Они не хотели идти. Конечно, если человек не хочет, Бог насильно никого не ставит на колени. Но он ждет. Но если и у нас есть это ожидание, то тогда нам достаточно к нему прийти, склониться перед ним и получить от него спасение. Мы знаем, что вода, она является прообразом или символом Слова Божьего. Слова Божьего. И вот когда Слово Божье, вот это движение происходит, Слово Божье проповедуется, возвещается, и оно касается сердца, вот это начинается уже движение внутри у нас, оно работает, это Слово Божье. И когда оно нас побуждает, и нам понятно и ясно, что это Господь зовет, нам нужно идти к Нему. Нам нужно идти к Нему. Я повторяю, не надо там долгое время настраиваться или томиться, достаточно услышав это Слово Божье, отозваться на Его призыв. А Господь, Он дарует вот это освобождение. Какая бы ни была болезнь, имеется в виду духовно, Господь исцеляет. Он исцеляет сокрушенных сердцем. Он пришел, чтобы дать свободу, чтобы отпустить измученную свободу. И как вот, я знаю, вот такие переживания у родителей за детей, за детей подростков. В одной церкви, большая церковь, там много молодежи, много молодежи, ну и большинство из них еще и необращенные, и крещение не принимали. Они приходят на собрание, они побудут, а потом объединяются и своими делами занимаются. И, конечно же, делами греховными. И вот родители ждали, молились, и церковь молилась, и постились, и не торопились. А потом уже стал Господь говорить серьезно. Произошла авария, разбились на машине. Сын Пресвитера и еще кто-то из молодежи, и со смертельным исходом. Бог дал милость этот сын Пресвитера, попал в больницу, и вот там два или три дня он был живой, и Господь дал ему покаяние, а остальные, остальные погибли. Понимаете, братья и сестры, друзья дорогие, и молодежь, если Господь зовет, он ждет нашего покаяния, он влечет к себе, нужно отзываться на его призыв. Почему? Потому что идет борьба за душу. Сатана хочет погубить душу, у него такая цель. И он ожесточает сердце, и он мысли посылает, ладно, не сегодня, в другой раз ты покаешься, поживи еще, повеселись, погуляй, а потом придешь. Это я знаю историю печальную, трагическую одной семьи. Мы вместе с ними жили в Кемеровской области. Пятеро детей было, вот у родителей, и отец проповедник, певец был такой, мама христианка. Они, дети с раннего детства, можно сказать, они приобщены были к игре на музыкальных инструментах, играли на гитарах, на мандолиночках, пели. А мы, отец у нас не музыкант, он только, он и даже слуха не было. Мама, она могла петь, но некогда было заниматься. И мы даже в какой-то степени смотрели и завидовали. Ну, как они способны, такие ребята. Потом отца сослали в 62-м году в тайгу за убеждение. И мы переехали туда, к нему. И через время узнаем, что мой одноклассник, там Андрей, старший его брат, стали выпивать. И еще один из братьев тоже стал пить. Потом они переехали в Германию. Немцы по национальности они были, переехали в Германию. И узнаю, что один из старших, вот его Петр зовут, скончался неожиданно. Пришел с работы, там замерз он где-то, немножко выпил и решил погреться, зашел в ванну, включил воду. Жена слышит, журчит вода, открывает, уже через края льется, и он лежит мертвый. Лежит мертвый. Успел ли он покаяться? Ну, маловероятно. И с этим, с одноклассником Андреем я беседовал тоже, когда был в Германии. До трех часов ночи мы с ним беседовали, убеждал его, пытался ему открыть вот его состояние, последствия вот такой жизни. Он говорит, я все знаю. Все, что ты говоришь мне, я знаю. Как бы все мне понятно и так далее. И вот, можно сказать, он отказался. И через короткое время услышал, что он в собственной своей квартирке маленькой, где он дали ему, он умер. И когда его хоронили, его двоюродный брат верующий, он мне рассказывал, говорит, на похорнах, третий брат, третий брат тоже там нетрезвый находился. И говорит, я ему говорил, что ты делаешь? Вот смотри, что с Андреем случилось. Почему ты так себя ведешь? Почему ты пьешь? Ну, пытался ему там увещевать. А он улыбается, говорит, все будет нормально. Все будет нормально. У меня родители за меня молятся, все будет хорошо. И через время пришло известие, сгорело спиртного. Друзья, дорогие, насколько это серьезно. Бог, он ждет нашего покаяния. И он касается нашего сердца. Но это же не вечно будет и не всегда. Мы читаем в книге «Бытие» в 6 главе вот перед потопом там написано, что всякое плоти извратило путь свой, земля растлилась, грешили люди. И Господь сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаем людьми. Не вечно. То есть, Господь, он ждет, он влечет нас в себе, он говорит к нам, он обращается к нашим сердцам. Но это не вечно. И истреблен был тот мир за развращение, за грех свой, был наказан. И мы читаем в книге Иова, там написано так, что Бог говорит однажды, если человек, то его не заметит в другой раз, во сне, в ночном видении, либо вразумляет болезнью, и чтобы отвести душу от погибели, написано, и все это он делает с человеком сколько раз, не помните? Два-три раза так написано. Два-три раза. То есть, если Бог зовет, если Бог говорит, это серьезно. И мы должны отзываться на его призыв. А если я отказываюсь, Бог найдет другого. Найдет другого. И мы читаем вот Иоанн Георгий от Луки в 14 главе, там как один человек сделал большой ужин и было много званых. И когда настало время, он приглашает этих званых. Ну, вы знаете, что они все, как бы сговорившись, стали извиняться и все они отказались. И тогда господин говорит слуге, иди, иди по улицам, города, по переулкам и найди. И каких найди? Нищих, слепых, хромых, увечных, вот о которых мы читали, они ожидали движения воды. И призови их. И слуга возвращается и говорит, исполнено, как ты приказал. То есть, пришли эти люди, они отозвались. Вот те званные, ну, может быть, которые были такие, что не считали себя грешными, да, и не нуждались они в этом покаянии. Хотя мы знаем, что все грешные. Но есть люди, которые это осознают. И вот эти люди пришли, и дом наполнился, и потом еще господин говорит, иди скорее, убеди их, прийти ко мне. И пришли. Есть такое выражение, святое место не бывает пусто. Друзья дорогие, а как же быть тем, которые, вот, может быть, здесь сегодня находятся, периодически приходят, может быть, приходят по воскресеньям, но этот шаг не сделали, медлят. Будет ли для них возможность? Да, конечно, возможность есть, а на сегодня это есть возможность. Но, если человек пренебрегает, или медлит, или отказывается, Господь найдет другого. У нас вот в России сейчас в основном совершается служение, и успешное служение, знаете, в какой среде? Среди наркоманов, среди алкоголиков, среди заключенных. Мы вот уже 17 лет проповедуем Евангелие в зонах, и вот в нашей области нам дают возможность, слава Богу, 9 колоний мы посещаем, и малолетнюю, женскую колонию, особый режим, и строгие режимы. И удивительно, там люди каются, там обращаются, обращаются, и администрация предоставляет им комнаты, называют комнаты молитвы, и когда мы приходим, они собираются слушать Слово Божие. И уже есть много тех, которые в церкви приняли крещение, семь их есть, наша только церковь, семь семьи отправили миссионерами, ну и на север, и внутри, по области. И что удивительно, что все эти, в семье, вот все мужья, братья, да, все из бывших, ни одного нет из семьи верующих, а все из бывших заключенных, или бывший наркоман. Вот они, они едут, они отзываются на Божий призыв, и ими Господь пользуется. Удивительно, можно и свидетельствовать, как они там проповедуют Евангелие, как они с любовью свидетельствуют о Господе. То есть, вот эти увечные, слепые, хромые, они пришли, они увидели себя грешниками, они обратились, а наши дети порой, наши родные и близкие, они, они медлят, или, может быть, надеются, что когда-то там я покаюсь, а пока поживу для себя, там буду устраивать свою жизнь, как мне хочется. Но, друзья, происходит такое, что сердце ожесточается, и, может быть, даже не даст Господь покаяния, не даст Господь покаяния. Как вот у меня дядя, еще, он умер очень давно, я еще был молодым человеком, его супруга, моя тетя, вот, сестра отца, верующая, христианка, она любила Господа, она посещала регулярные собрания, и Слово Божие читала, и он, муж ее почитывал, и тоже в собраниях иногда ходил, но он предпочитал греховную жизнь. И неоднократно было побуждение, как вот я узнал, Господь стучал в ее сердце, и он отказывал Богу, он говорил ему, нет, и потом смертельно заболел, и когда он лежал уже на смертном одре, и вот ему супруга говорит, ты покайся, ну ты встань на колени и помолись, ты же знаешь, куда ты идешь, ты в погибель идешь, покайся, но он уже не смог это сделать, он не смог сделать, он поворотился к ней лицом, и сказал ей, поздно, понимаете, вот такое слово сказал, поздно, и умер, и умер без покаяния, мы думали, почему так случилось, оказывается, Бог звал, было время, слово звучало для него, Господь вот производил движение в него, внутри, в сердце его, но он пренебрег, мы читаем в книге притча, 13 главе написано, кто пренебрегает словом, тот причиняет вред кому? Себе, пренебрегать словом, это не то, что какой-то дядя там сказал, это Бог говорит, Бог призывает, он ждет этого покаяния, он обращается к нам, он долго терпит нас, но мы не должны пренебрегать, мы должны отзываться на его призыв, а ведь, друзья дорогие, все вы прекрасно знаете, согласны с тем, что жизнь без Бога, она пустая, она бессмысленная, человек без Бога не имеет покоя, написано, только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только в Нем, а почему мы не идем к Нему? Да потому что, наверное, еще грех любим, потому что нравится еще грешить, но есть опасность, есть опасность, сколько таких вот случаев трагических, когда вот молодежь, может быть, увлечены были какими-то греховными делами, и наступала развязка. В Калифорнии я был там с одним братом служителем в одной семье, там молодой человек попросил, чтобы помолиться о его физическом здоровье, позвоночник больной. Оказывается, и ехали с молодежью, они куда-то, и попали в страшную аварию, там, его все переломало, и удивительно, что он еще остался жив, у него артерия, основная, она была чуть ли не разорна, на ниточке висела, и как врачи сказали, что он не должен быть жить, 11 часов до операции прошло, и, ну, как, ну, сами это, и родные говорили, что, по-видимому, ангел взял, вот, пережал вот эту артерию, чтобы он не умер, и почему? Потому что не хотел Господь погибели его, слава Богу, он раскаялся там, на сокрушении сердца, исповедовал всю свою жизнь, и я посмотрел, он совершенно другой человек, и он говорит, что это нужно было, Бог допустил эту аварию, чтобы спасти мою душу, потому что я погибал, в грехах пребывал, я погибал, и Господь допустил и такое, чтобы только спасти душу, Бог идет даже на крайние меры, Он не хочет смерти грешника, Он ждет нашего покаяния, но как у нас, братья и сестры, друзья, роды и молодежь, есть ли такое желание прийти к Иисусу Христу? Хотим ли мы быть здоровыми, исцеленными, спасенными, чтобы быть с Господом? Здесь уже иметь вот эту радость в Боге, потому что написано, ожидание праведников – это радость, брат говорил о праведниках, кто они такие? А те, которые живут по правде Божией, любят Господа, служат Ему, и они здесь уже имеют эту радость, и она продолжается будет в вечности, а написано, надежда нечестивых погибнет, надежда нечестивых погибнет, это в книге притчи, в 10-е главе написано, и написано надежда, одежда нечестивых – это гнев, это гнев. Что ожидаем мы, друзья, дорогие? Вот это движение, Слово Божие в нас, или мы ожидаем погибели, вот брат тоже цитировал, мы читаем о последнем времени, описывается в Евангелии в Луке в 21-е главе, там написано, что многие люди будут умирать от страха и ожидания бедствий, то есть и многие сегодня в таком волнении переживали, что будет дальше? Что будет дальше? Мы знаем, что грядет экономический кризис, и сейчас вот это полное растление, грех, вот совершается вот людьми со страшной силой, узакониваются такие беззакония, о чем даже говорить не хочется, мы живем в такое страшное время, и наступит развязка, и Господь, Он скоро придет, но Он ожидает нашего покаяния, мы читаем наших даже верующих, апостол Павел, вернее Петр во втором послании, мы читаем об этом, в третьей главе, там говорится о пришествии нашего Господа, и некоторые говорят, да, ну, не будет этого явления, потому что ничего не меняется, все так же остается, что Петр пишет, он так пишет, немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит, кого, друзья? Нас. То есть меня, вас, друзья, дорогие, долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, Он нас долго терпит. А почему долго терпит? Да потому что не в должном состоянии. Мы, может быть, верующие, мы, может, члены церкви, мы, может быть, посещаем собрание, да, но не в должном состоянии. И когда мы читаем откровение, обращение к церквам, там, во второй и третьих главах, и практически кроме двух церквей, к пяти церквам обращение заканчивается каким словом? Покайтесь. Покайтесь. Даже, казалось бы, эфесская церковь, она, ну, хорошая церковь, да, там характеристика дается, Господь говорит, я знаю дела твои, ты трудишься, не изнемогаешь, ты не сносишь развратных, то есть за чистоту церкви боролись, и, ну, во всех отношениях вроде бы хорошо, а Господь предъявляет серьезные претензии, Он говорит, ну, я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, ты оставил первую любовь твою, что это такое? Потерял общение с Богом, ходит на собрание, трудится, подвязается в чем-то, общение потерял, близкого, тесного общения нет, вот этой первой любви нет, а Господь этого не устраивает, ему не надо мое служение, какие-то мои подвязания, если я потерял с Ним общение, Бог хочет иметь со мной общение, мы читаем в книге «Песни песней» во второй главе, в 14 стихе, там такие слова, как бы Господь обращается к невесте, к церкви своей, там в прообзии, жених к невесте, говорит, голубица моя в ущелье скалы, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно, то есть хочет слышать наш голос Господь, Отец наш, любящий нас, молитву покаяния Он хочет услышать нас, выражение нашей любви к Нему, благодарности, Бог это хочет услышать, а это возможно только в личном общении, если общения нет, значит, есть опасность, друзья дорогие, что мы не встретимся с Господом, мы читаем дальше, Он сказал, вспомни, откуда ты не спал, то есть вспомни то время, когда ты бежал в собрание, когда твое сердце горело, когда ты преисполнил был вот этой радостью спасения, служил Богу искренне, вспомни об этом, а не спал, значит, ты упал, и дальше написано, о покаянии призыв, да, покайся и твори прежние дела, иначе приду и сдвинул светильник с места его, если не покаешься, Господь ждет нашего покаяния, и Он стучит, Он влечет, и я еще раз хочу повторить эту мысль, что Господь, Он совершает движение в нас, Словом Своим касается нас, и если есть побуждение, если я осознаю, что мне нужно это делать, я должен это делать, я не должен ждать какого-то особого озарения или особого момента, как вот на сало там, свет с неба сиял, он упал, нет, Господь, Он говорит нежно, есть песня такая, кроткая и нежная, Иисус призывает, всех призывает любя, нежно, как вот тихое вение ветра, и Он такую работу совершает в нас, но нам понятен этот голос, и волнение, внутренние переживания, и, как правило, мысли такие приходят, тебе нужно покаяться, а кто-то скажет, ну я же член церкви, как я буду каяться, надо каяться, я тоже член церкви, служение совершал, окаялся перед Богом, и многие, вот иногда проходят такие служения, общее собрание такое, и звучит призыв к покаянию, но обычно призываем тех, кто еще первый раз пришел, или вернее, еще не обращенный, и служитель говорит, друзья дорогие, у кого есть побуждение, кто осознал себя грешником, в чьё сердце Господь стучит, вы можете пройти сюда и помолиться, встают члены церкви, бабушки, дедушки, средних лет, молодых лет, выходят и каются, говорят, Господи, прости меня, я потерял первую любовь, или я потерял ряды спасения, Господи, прости меня, что я ушел от Тебя, или ушла от Тебя, в слезах каются, плохо это или хорошо? Это хорошо, а в некоторых церквах, я слышал, один служитель запретил своим членам церкви каяться, как бы подрывает его авторитет, что вот плохо он работает, и вот он говорит, каяться только будете на членских собраниях, и угасил, угасил этот дух молитвы, и на собрании практически никто не молится. Каяться надо тогда, когда Господь близко, когда Он постучал в мое сердце, как в Откровении написано там, помните, церковь Ладики, чем она характерна? Потеряли Христа, не было Христа в сердце, не было Его даже в церкви, но мы знаем, что Он не уходит далеко, Он стучит, Он зовет, Он влечет, и мы читаем 20 стих этой 3 главы, там такие слова, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Стою и стучу, то есть не уходит, ждет наше покаяние. Почему? Потому что любит нас, друзья дорогие, а что делать мне, если Он меня Господь позвал, если Он постучал в мое сердце? Надо идти, идти к Нему. Есть песня такая, или стихотворение, вот она характеризует вот состояние наше, что не идем мы к Богу, там такие слова, «Угар неверия стелется над миром, никто не хочет слушать о Христе, хвалу все воздают земным кумирам, а Он висит распятый на кресте. Хотел бы Он обнять весь мир несчастный и осчастливить силой и любви, но зов любви звучит почти напрасно, не верят люди жертвенной крови, а Он все ждет и ждет, к сердцам взывая, ко мне придите все, я радость дам, приму вас от грехов освобождая и исцеление дам больным сердцам. Приди к Нему, Он вечно ждать не будет, приди к Нему, пока еще зовет, невзгоды все с Христом ты позабудешь, душа покой желаний обретет». Пусть Господь благословит нас, друзья, если кто-то желает обратиться к Господу, в чье сердце Господь стучит, вы ощущаете вот этот стук, призыв Господень, вы можете пройти сюда и мы вместе с вами помолимся. Если таковы есть, пожалуйста, вы не удерживайтесь. Почему? Потому что сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Будет ли это завтра, мы не знаем. Может быть, солнце уже не взойдет над моей головой. Я живу сегодня, я могу этот шаг принимать, это решение принимать. И потому написано, мы читаем, в книге Прописая, в 55 главе, такие слова, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Там дальше сказано, «Да оставить нечестивый путь свой, беззаконник помыслов своей, и обратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он много милостивый». Долго терпили Вы, много милостивый. Поэтому, вот пока зовет Господь, пока влечет, надо к Нему идти. Кто желает покаяться, пожалуйста, Вы можете это сделать. Мы еще вместе обратимся к Господу молитву, прославим Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok